Добрый день, с вами профсоюз и союз сильных. 2013 объявлен годом профсоюзной молодежи. И мы начинаем с рассказа об одном из старейших молодежных советов, созданных на предприятиях Татарстана. Итак, молодежный совет Казанского Порохового зажигает. Этих веселых и зажигательных ребят можно увидеть на многих республиканских мероприятиях. Видно сразу, ребята с Порохового. У нас есть даже сложился уже такой костяк, актив, он пополняется, что очень здорово. Мы, в общем-то, добиваемся достаточно больших успехов, это все благодаря нашим ребятам, нашей молодежи. Галина Моржина пришла на Казанский Пороховой завод после института и уже работает здесь 11 лет. Сегодня она председатель молодежного совета предприятия. Галина, как и 40 молодых общественных активистов, можно сказать, живет заводским молодежным советом. Есть очень много у всех интересов, все интересы охвачены. Наверное, в этом секрет, что мы просто хотим дружить, хотим быть вместе и хотим добиваться каких-то хороших результатов. Казанскому Пороховому заводу уже 225 лет. Все эти века молодежь была на особым счету. Правда, сам молодежный совет создали 14 лет назад, после нескольких лет переходного периода от комсомола к новому строю. Сейчас третий работников Казанского Порохового – это молодежь. В новом времени молодежный совет занял достойное место в жизни заводчан. Привносит новые знакомства, это объединяет все-таки молодежь завода и помогает по работе, и вести активный образ жизни. Жгут ребята с Порохового, разве что на сцене, во внерабочее время. А на работе, на территории предприятия, запрещены не только спички и зажигалки, но и сотовые телефоны. Такова специфика производства. Но это не мешает оперативной работе молодежного совета. Профсоюзная связь сильнее сотовой. Профсоюз, он сильный. То есть он действительно, вот как я сюда пришел на этот завод, я многое, можно сказать, узнал, какие есть права у рабочих действительно, что у нас есть коллективный договор. На территории Порохового завода везде есть внутренние телефоны. В каждом цехе работает свой молодежный лидер, через которого можно связаться с любым сотрудником подразделения. От спортивных мероприятий и праздников до помощи в решениях проблем молодых заводчан. Все это лежит на плечах молодежного совета предприятия. И они говорят, мы справимся. 2012-й был объявлен профсоюзами годом охраны труда. Естественно, что и в этом году работа в этой важной сфере продолжается. Наш пример от профсоюза отрасли связи. Данные ряды оборудования можно сравнить с сердцем ТАТ-телекома, говорит инженер Раиса Шайдульна. Это первичная сеть, несущая платформа для услуг связи. Инженер Шайдульна работает на предприятии 27 лет. Смена поколения оборудования произошла у нее на глазах. Но полностью заменить человека даже самая новая техника не в силах. Обязательно участие человеческого фактора. А раз так, то требования по охране труда – это естественный процесс для тех персоналов, которые обслуживают оборудование, технические системы передачи. На предприятиях отрасли связи работают более 500 уполномоченных профсоюзов по охране труда. Среди них Наталья Чемоданова. Она работает старшим специалистом отдела организации обслуживания физических лиц. Наталья Владимировна несет общественную нагрузку, следит за охраной труда в своем подразделении. Вроде бы в ее отделе нет опасного оборудования. Но даже такая деталь, как сломанный стул, может привести к травме работника или посетителя. Нужно обязательно проверить стул, ящики, чтобы провода, идущие к компьютеру, были все подобраны. В Казани у ТАТ-телекома семь офисов продаж. Раз в месяц в каждый из них приезжает проверка по охране труда. В составе комиссии обязательно участвует уполномоченный профсоюз. Во время объезда по офисам мы проверяем систему вентиляции и кондиционирования. Особенно летом – это самый больной вопрос. Проверяем инструктажи вовремя, ли руководители офиса проводят инструктажи с нашими специалистами. Правильно ли оформляются документы. Руководство предприятия говорит, без уполномоченных профсоюзов по охране труда работать в этой сфере гораздо сложнее. Это целая система, которая объединяет в себе и организационно-технические мероприятия, и санитарно-гигиенические, и лечебно-профилактические. То, что могут подсказать уполномоченные по охране труда, очень действенное, так скажем, сказывается в работе. О состоянии охраны труда на ТАТ-телекоме Людмила Малярова с гордостью рассказывает на отраслевых конференциях. Сохраненное здоровье работников – это самый главный результат работы по охране труда. Время нашей традиционной рубрики «Профсоюз помог». В этот раз помощь потребовалась спасателям. В Татарстанскую организацию профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания России обратились спасатели. Точнее, работники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты из полкома Казани. У всех 40 сотрудников организации проблема одна. 13-я зарплата, то есть она не выплачивалась, хотя в принципе по законодательным актам Российской Федерации, по законодательным актам Республики Татарстан, по законодательным актам внутренним, то есть коллективно-трудовой договор, коллективно-трудовой договор. То есть 13-я зарплата должна была выплачиваться. 13-я зарплата – это вознаграждение по итогам года за добросовестное выполнение должностных обязанностей. Она в отряде не выплачивалась с 2008-го, хотя к работе самих казанских спасателей претензий не было. Сумма долга накопилась немаленькая, а начальство говорит, денег не предусмотрено. Но в поисково-спасательном отряде не так давно создали первичную профсоюзную ячейку. И работники почувствовали себя увереннее. Создание профсоюзной организации было тоже связано с тем, что права и интересы работников должны отстаиваться. И с профсоюзной организацией проще. Когда первый человек обратился в суд и выиграл, еще 16 спасателей и 40 работников отряда решили последовать его примеру. Подача заявления в суд, с кого, еще что-то. Это серьезное все-таки решение. Серьезное действие. И в любом случае юридическую консультацию. То есть как лучше сделать, как подать, как правильно написать, то есть когда подать. То есть это все через резком. Юристы профсоюза помогли сориентироваться в судебный волокитель. Рассмотрение дел заняло почти два месяца. Состоялось 16 судебных заседаний. Все требования 16 спасателей, обратившихся в Республиканский комитет профсоюза, были признаны законными и удовлетворены полностью. Даже больше. Потому что еще выплачивалось как моральный вред и неустойка. Потому что за все эти годы шли проценты по трудовому кодексу должны были быть выплачены. Всего 16 спасателям вернули 880 тысяч рублей. В среднем 55 тысяч на человека. Вскоре и остальным работникам отряда выплатили 13-ю зарплату за 2011 год. Сейчас уже, допустим, работодатель будет задумываться о том, что нельзя ущемлять в этом отношении. То есть 13-я зарплата. Мы продолжаем наш рассказ о гордости профсоюзов в трудовых династиях республики. Наш репортаж из Зеленодольска. Судостроение в России живет и развивается, скажут вам на Зеленодольском заводе имени Горького. Здесь привыкли к гостям и заказчикам из других регионов. Но к этой делегации внимание особое. Муратовы свои, заводские. Трудовые династии – гордость профсоюза предприятия. Общий трудовой стаж судостроителей Муратовых перевалил за 350 лет. И уже внук рассказывает деду, как сейчас строятся корабли. Да, проверяется все. И самому приятно, когда оборудование работает, не подводит, никаких казусов не происходит. Сам уже следишь и ответственность сама уже на тебе лежит. В заводском музее для Габдрахима Муратова почти нет исторических экспонатов. Это все из его жизни. Из своих 87 годов он 42 года отдал заводу. Делал снаряды, строил корабли. Но о дорогах, что привели деревенского паренька на военный завод, остались лишь свидетельства памяти. Представитель завода, он приходит из деревни, правление. А правление там, это у меня отец тоже там такой спокойный. Он говорит, завтра иди в опасство, в комиссии. Я говорю, хорошо, пойду. Через три дня по всему району еще собрали нас. 65 человек всего оказалось нас. 43 года проработал на заводе мотористом и младший брат Кабдрахима Каримовича, Макзун Каримович. Он на пенсии больше 20 лет, но настолько любит свою работу, что даже сейчас, как в юности, не отпускают корабли. В начале 90-х годов прошлого века династия кораблестроителей Муратов приросла династией Бекмольных. Фрезеровщица Каина вышла замуж за электромонтера Нурлу. И вот уже Ренат Нурлович не только сам 40 лет отдал судостроению, но и научил детей любить и строить корабли. Он прошел трудовой путь от электромонтера до начальника производства. И точно знает, что у каждого судна есть душа. Душа в людях, которые строят эти корабли. Корабль создается из плоского металла. А люди, работающие на этом заводе, ну и на многих других заводах, они вкладывают свою душу, и эта душа переходит в душу корабля. Судостроители говорят, каждому кораблю, который уходит, отдаешь часть своего сердца. А на заводе остается команда, умеющая строить корабли. Среди них заводчане Мурадовы. Они по-прежнему дарят кораблям жизнь. Ежегодно Федерация независимых профсоюзов России проводит конкурс по информационной работе. По итогам 2012 года в номинации «Лучший видеоматериал о профессиональных союзах» победила Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С вами в жизни и на телекранах профсоюзы. Союз сильных, я рад, что вы знаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин